Мозг себе чеканей, хочется сказать. Сегодня у моей мамочки день рождения. Я вот сейчас прям захочу засечь. Сколько времени? 11.40 сейчас. Сколько времени я буду сушить волосы? Круто? Так, зажигаем свечи. Да ты ж моя зайка, тебе магнитофон куплю. Всем доброе утро, мои хорошие. С вами Селена, я начинаю новый влог. На фоне вы слышите, как моя Милка сходит с ума. Итак, сегодня я поспала первый день со своими волосами новыми. Спала на самом деле очень хорошо, потому что я легла поздно. И уже просто вырубилась как суслик. Но ощущение, да, было. И до сих пор я сейчас встала. Есть ощущение, что тебе нарастили волосы. Да, и как бы вот они еще не прилегли. То есть я жду. Миша сказал, что 2-3 дня. Вот, они должны как бы прилечь. Вот, и я их должна уже не так чувствовать. Сейчас, знаете, вот вспомнила, что напоминает. Когда вы хвост высокий делаете, проходили целый день. Потом его снимаете. И вот так вот, ну, придавливаете рукой. И вы прям чувствуете, что ваши волосы как будто были вот так, да. А тут-то вы их как бы... У меня точно такое ощущение. Как после хвоста просто. Реально. Ну, у меня лично такие ощущения. Не знаю, как у вас. Вот, но я встала уже. Да, любуюсь волосами. Конечно, это круто. Длинные волосы. Вот. Ну, и думаю, как меняет вообще небольшая длина. У меня на самом деле свои волосы, девочки. Вот я думаю, зачем я такая дурында вообще просто. Свои волосы, реально. Ну, блин, не то, что дурында, девчонки. Это просто моя натура переменчивая. Ничего здесь не сделаешь. Ничего не сделаешь с собой, понимаете. Да, волосы классные. И растут, растут. Вот так вот отросли уже длинные, классные. Мне хочется их чекануть. И что вот, ну, мозг себе чекани, хочется сказать теперь, да. Но мне кажется, что наращивание волос может открыть для меня какую-то ценность все-таки моим волосам. Это тоже будет огромный плюс, потому что я свои волосы совершенно не ценю. То есть я за ними ухаживаю, да, я имею в виду длину, да, не ценю. Думаю, а, отпустим. Отпускаю, отпускаю, а потом думаю, а, обрежем, отрастет. И вот как-то вот так вот, понимаете. А когда ты уже обрезал волосы, да, то есть хочешь длинные и наращиваешь волосы, и ты понимаешь, что тебе в принципе, ну, да, профилировать, нет, нет. Хоть мне не сильно, слава богу, профилировали, но тем не менее, тем не менее, это не так, чтобы прям, знаете, совсем чуть-чуть, незаметно. Нет, профилировали все-таки нижние части волос, да, чтобы оно, ну, я сама вижу, да. То есть можно было бы не филировать, но я вижу, что очень сложно забить границу, особенно, если у вас плотный, ровный срез. К сожалению, здесь-то нужно будет филировать. Вот, это, ну, один момент, там, профилировали. Плюс вот я смотрю сейчас, да, ну, вот мои заканчиваются, да, и вот я смотрю ради вот этого. То есть ради вот этого, и оно уже так эффектно смотрится, это все было затеяно. И длина вот такая, да. Ну вот, и еще к тому, что я смотрю сейчас на вот эти волосы и понимаю, что мои лучшие, ну, мои в плане, у меня очень плотные волосы, у меня вот такой бы, если бы у меня волосы вот так отросли, у меня не было бы вот такой хвостик. Эти, ну, как бы волосы поднаращенные или нарушенные, блин. Вот это вот ваше поправление иногда, видите, как злую ошибку делают. Я как дурак повторяю два раза, два разных слова говорю. Так бы говорила, я не задумывалась. Цепочка. Или там цепочка, что еще там я говорила. Я уже даже забыла, я уже так привыкла говорить цепочка. Не, спасибо вам, что поправляете, я рано или поздно все равно начинаю правильно говорить. А это клево, когда ты привыкаешь к правильным словам, ты уже и забываешь даже, как ты говорила раньше. Дело привычки. Ну, короче, а иногда пока не понимаешь, как правильно. Надо просто узнать, как правильно говорить и уже забыть об этом слове. Вот. Да, мои волосы, короче, если бы они отросли, у них бы был более плотный конец. Я, конечно, вот так вот не ношу, но я купила волосы и как бы опыта нет. Сразу не сказала Мише, что я хочу, чтобы был ровный, плотный срез. Видите? И, ну, как бы я просто смотрела, да, и думаю, о, классно, мы прикладывали, все нормально. Но когда вот закапсулировалось, я поняла, что они идут на уменьшение к низу. Вот. И то есть получается вот такой вот хвостик. Понимаете? Но нет, 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 нет. Я этого, ну, как бы не мой вариант волос. Вот в следующий раз, если вот мне понравится наращивание, я буду всегда наращивать. И я, конечно, буду уже смотреть плотный срез, прям, чтобы здесь была густота. Я так больше люблю. Мне кажется, это более здоровый вид, ухоженный. Ну, и вообще как-то, вообще не знаю, как-то у меня внутри. Явно, ну, хочется даже обрезать, но я понимаю, что я даже обрежу все равно. Здесь не будет так много, как если бы мои были волосы. Вот. Ну, не суть. Сейчас у нас о другом, да? Как я привыкаю к капсулам? Все хорошо, мне нравится. Волосы я проснулась, в принципе, ровные, классные, нет никаких заломов. Я сделала косичку все-таки. Сделала косичку такую, и вот здесь вот завязала и спала. Вот, сейчас проснулась, уже сделала хвостик. Мне нравится, что я не чувствую веса, да? То есть меня ничего не тянет, никакой тяжести. Хотя у меня где-то 150 грамм в итоге, я думаю, да? Я покупала 200, ну, чуть больше 200 грамм, да? Я думаю, что где-то 150 грамм, может, 170 грамм. Мы нарастили мне. Вот. Сейчас собираюсь, у мамы день рождения сегодня. Вот. И я собираюсь, сейчас малого отведу в садик, поделаю свои дела, и где-то к обеду поеду к ней, ее поздравлять, проводить с ней время. Она сказала, один из лучших подарков – это то, что ты со мной проведешь время. Я говорю, конечно, я освобожу все, и будем с тобой. Ну, ей там кое-что нужно купить по дому. Я спрашивала, говорю, мама, что тебе подарить на день рождения? Вот. Ну, ей там надо домой занавески или еще. Она говорит, вот если ты мне занавески подаришь. Я говорю, да без проблем. Ну, на самом деле, что касается подарка для мамы, это вообще такая история, как бы не знаю, что подарить. Но, в принципе, мама вообще всегда может попросить все, что угодно у меня, и я ей просто, ну, по возможности пойду это и куплю. А если не куплю сейчас, то я это буду держать в голове, и как только появится возможность ближайшей, я сразу приобрету ей то, что она хочет. И это независимо от того, там будет день рождения или это просто будет обычный какой-то день. Вот. Поэтому, когда приходит день рождения, мама, в принципе, не знает, что просить, потому что, в принципе, если ей что-то нужно, она это может попросить в любой момент. Ну, ей как бы особо ничего не нужно. Вот. И поэтому всегда трудности возникают с подарком. Поэтому она говорит, купи мне занавески. Вот. Так что такие дела. Все, пошла будить малого, отведу его в садик. У нас на улице снег. Я сейчас покажу. Смотрите. Мокрый снег. Причем на улице, я так понимаю, тепло. Мокрый снег, все тает сразу же. Вот. И вчера была такая же погода. Был ветер. Слякоть вот такая вообще. Так мерзко было вчера. И сегодня опять. Так что будем по торговому центру с мамой гулять сегодня. Хочу отвезти ее покушать куда-то во вкусное место. Единственное, что она хочет в торговый центр поехать. Еще и в Мегу поехать. И говорит, там где-нибудь покушаем. А я что-то представляю, ну где там кушать? Там нет ни одного нормального заведения. Кроме вот там суши. Она суши не любит. Вот. Поэтому я думаю, мы сейчас с ней переговорим. Что конкретно она хочет купить. И возможно мы поедем не в Мегу, а в Горизонт. И в Горизонте уже хотя бы там Гайдпарк. Приличное заведение. Ну Сицилия можно. Ну где вкусно. Мама просто любит мясо у меня. Я знаю. И хочется ей купить вкусного мяса. Прям стейк такой классный. Чтобы она прям насладилась. Вот. Так бы вообще я ее, наверное, куда-нибудь сводила бы в отдельное место. Не в торговом центре. Вот. Но. Чтобы не тратить время на дорогу и все такое. И вообще, если мы проголодаемся, то уже все равно будет где кушать. Вот. Ну в общем более-менее приличное место. Тот же Гайдпарк. Уютненько, красивенько где-то. Больше там, по-моему, нет ничего в Горизонте. Приличного. Гайдпарк, по-моему, самый крутой. А, там рядом еще есть местечки. Блин, я там не была. Вдруг там невкусно. Ну, короче, вот так. Берем бы с собой. Тем временем я здесь уже обустроила все для съемки. Хочу скорее распаковать эту коробку, которую, видите, просто она прямо рвется, ломится, мне кажется, от наполнения. И просто там есть кое-какие вещи. Возможно, я сегодня так оденусь на мамин день рождения, что-нибудь новенькое. У меня там есть свитрок один, есть платье, есть водолазка, еще кофта есть очень интересная. В общем, на втором канале будет распаковка вот этой коробочки. Обязательно посмотрите. Я прям очень хочу ее распаковать. Ну, одну вещь какую-то покажу и здесь, если выберу. Короче, крошки мои. Я в итоге в новой куртке выхожу к маме. В распаковочке посмотрите все. И выбрала блузочку розовую, яркую, которая мне тоже очень понравилась, классная. Беру с собой расческу в машину, потому что надо расчесывать волосы. Вот эта, кстати, расческа подходит. Это то, что мне моя подписчица подарила. Та, которая у меня, она чуть-чуть помягче. Я ее дома оставлю. В общем, все нужно. Ой, я на самом деле опаздываю. Мы с мамой договорились. Ну, примерно, я сказала, на 12. Ну, короче, пока я все это снимала, пока видео мое вывелось, пока я его, я его даже не опубликовала еще. Я сейчас, думаю, уже сделаю. Маму поздравлю, заберу, сядем. Потому что я сейчас голодная. Думаю, мам, муж тоже хочет кушать. Мы сейчас первым делом поедем, может быть, куда-то присядем, покушаем. И я уже там доделаю, опубликую. Вот. Я пока шла, у меня куча мыслей, что я вам хотела сказать. Сейчас мы поедем за цветами, чуть-чуть прогреется машина. Первое. Я сейчас пока снимала распаковку одежды. И просто зайдите обязательно на мой второй канал, посмотрите эту распаковку шейн. Там очень много прикольной одежды. И как просто меняется все с длинными волосами, вы понимаете? Там платье есть, где просто я, просто, ну, такая чекуля. Чекуля. И я вам говорю, мне кажется, я такая красивая, такая эффектная. Ни разу не была. Ну, даже, да, мои волосы. Ну, когда я была помоложе, были мои волосы, знаете, вот с возрастом человек как будто, если он ухаживает за собой, да, знает, как это делать. Мне кажется, что возраст девушку украшает. И вот мне кажется, только к 30 годам, даже не к 30, нифига. А вот сейчас, вот я смотрю за своими видео, и я становлюсь все краше и краше. Я вот иногда включаю видео и думаю, блин, 35 лет. Я выгляжу вот на видео, да, я же могу анализироваться, когда прошлое видео смотрю, думаю, я выгляжу намного, как это сказать, ну, прям приятнее, добротнее, да, там, может быть, вот внешность как-то. Прям вот, конечно, разные дни бывают, бывает, ты такая не в духе, проснулась там, но даже и проснувшись, не знаю, как-то вот уже ты умеешь, что ли, ухаживать за собой. Может быть, взгляд какой-то и меняет все. Короче, мне кажется, с каждым годом я все краше и краше, и вот сегодня с этими волосами накрасилась, одела эти одежды. Я смотрю на себя в зеркало и понимаю, что, блин, я такой красивой никогда не была. Я иду и заглядываюсь в каждое, в каждое зеркало. И мне нравится то, что я вижу, очень нравится. И самое интересное, что даже если, ну, пока что, как бы, я не могу судить точно, да, нужно подпривыкнуть немного к моим волосам, но мне кажется, даже маленький дискомфорт, он вообще просто, вот этот эффект замыливает малюсенький дискомфорт, который может быть от этих волос, да. То есть меня не напрягает длина, да, вот кто-то говорит там, вот, им длинные не надо. Блин, меня вообще не напрягает длина. Я нормально привыкла, управляюсь как-то. Ну, короче, я пока что так счастлива, так рада. Интересно маму, как еще отреагируют на волосы, посмотрим. Девочки, я так долго выбирала цветы, которые откликнутся в моей душе. Посмотрите, какие розы нарядные. Я хотела, чтобы обязательно были розы, да, но и весна, и вот как бы мне нравятся эти розовые, и вот эти синенькие. Посмотрите, тут все есть. Вот эти цветы хорошо долго стоят. Вот эти вообще просто, ну, как бы, я не знаю, очень красивые. Короче, они отличаются. И в этом магазине, в котором я была, у них прям очень много именно вот таких роз и букет вот из таких роз, которые вот так красиво раскрыты. Ну, в общем, красиво. И плюс, но в корзинке я не стала так, чтобы, знаете, мама не мучилась, не искала воду, вот это не меняла. Тут в корзинке все стоит, завянет, завянет. Взяла корзинку и выбросила. Вот, но он очень красивый, объемненький такой. Надеюсь, маме понравится. За ночь отпустила волосы. Да, мама говорит, за ночь отпустила волосы. Это что такое? Чудо какие-то травки? Представляешь, да, попшикала, вот там говорят, растут волосы быстро. Попшикала волосы, и все, они отросли. Прикинь. Чудо-средство. Я сейчас посмотрю, если они не отпадут, всем девчонкам порекомендую такое чудо-средство. Отсюда освещение лучше. Вот так давай, смотри. Крошки мои, сегодня у моей мамочки день рождения. Она будет снимать свой день рождения. Я думаю, что ты будешь в основном снимать твой же день, да? Ну или ты меня там где-то подснимешь. Да, но я имею в виду на твой канал. Вот, а я у себя здесь, ну вот, вам показываю мамочку, да, я её поздравила уже. Сейчас мы собираемся, ну кое-что вот я сделаю, помогу и по дому. Вот, и мы собираемся погулять вместе. Вот, мама будет снимать, поэтому, если вам интересно, как мы провели вместе день рождения, то обязательно приходите на мамин канал. Ссылочку я оставлю под видео, вот. А я, может быть, мелочи какие-то подсниму по чуть-чуть, вот. Ну, а снова у тебя будет, да? Всё? Да. Мама Чуля меня накормила, мы отправляемся. В общем-то, я даже не знаю, что будем делать. Она говорит, посиделки мне вот эти не нужны, давай по магазинам пошляемся. Не, ну как бы это не столь важно. Ну, если успеем ещё, да? А то, может, мы сейчас погуляем, стоим по магазинам, и всё, и не посидим. С мамой ходим по магазинам, смотрите, какой прикольный, прикольный свитшотик. Мне нравится, с картинкой. Две тысячи, наверное, стоят. Бифри, сейчас покажу. Тысяча семьсот девяносто девять. Ну что, крошечки, мама выбрала себе подарочек, покажи. Всё, купили. Да, а какую, посмотрите у неё на канале. Она там мериды. Заходите, заходите, гости. Итак, сейчас мы с мамой выбираем грузинский, каникулы, пойти в ресторан грузинский, или итальяно, сапаро итальяно, или в итальянский. А какой ресторан выбрала мама, посмотрите у неё на канале. Короче, ещё, кстати, мы не всё доели, что ели. И кое-что я взяла, Деньки, вкусняшечку здесь. Вот, ещё нам скидку сделали 20% на мамин день рождения. Короче, приятно посидели, поздравили. У мамы во влоге посмотрите, как она веселилась. Понравилось тебе? Понравился тебе твой день рождения? Да, самое главное, вот такой лаконичный, коротко, чётко, без всяких излишеств. Да, лаконичный. Фух, кружки мои, всем доброе утро. Я только проснулась, и вообще тяжело просыпаюсь. Что-то у меня вроде всё закрыто, все окна закрыты, горлышко. Как-то так с вечера ещё глотаю, как-то непонятно. Но у меня бывает, короче, так. Сейчас в течение дня пройдёт. А-а-а! Окно открыто! Блин! Вот оно что! Трындец! А я думаю, у меня ощущение, что как будто окно открыто было всю ночь. Я думала, что я забыла закрыть балкон. Я выскакиваю сегодня утром, такая думаю, блин. Такое небо, балкон закрыто. Сейчас встаю, дует что-то. Трындец. Это вот мама когда-то была, она попросила открыть окно. Я его никогда не открываю, вот эту хорточку. Я забыла, представляете. Я думаю, что такое, как будто дует где-то. А на улице у нас вон там зима, снег. Короче, два дня слякоть какая-то. Я не знаю, вроде продолжается ещё. Ой, короче, что я хотела сказать. Я хотела сказать, что я вчера просто пришла домой, и всё, я поболтала с девчонками, и просто рухнула в кровать, укладывая Дэнни, и сама просто вырубилась без задних ног. Вот. Ну, мы вчера классно с мамой время провели. Смотрите, у неё на канале её день рождения. Я говорю, давай, будешь снимать ты, чтобы не было, знаете, у меня и у тебя одно и то же. Говорю, давай это, твой день рождения снимай на свой канал. Поэтому, как я её поздравила, что я ей подарила, и как мы провели день, какое местечко она выбрала, вот, смотрите на её канале. Я прям ссылку на день рождения оставлю под видео, потому что мы в один день выпускаем наши влоги. Вот. И у неё уже видео на канале, посмотрите. Вот. Ещё у меня закончилось всё моё соевое молоко, представляете? Я просто в последний момент опять некогда было. Вчера уже в Сбермаркет, уже всё, корзину заполнила, я забыла нажать заказ. И утром сейчас встаю и думаю, так, кофе попить. Вспоминаю, нет молока соевого. И думаю, блин, захожу в Сбермаркет, а они уже не с 9 до 11 доставляют, а с 11 до часа, понимаете? А я сегодня еду в гости вообще так к Алёночке моей, Лене. Я их разделяю. Лена блондинка, это Лена. А Тёмненька, это Алёна. Вот. Еду в гости сегодня к ней, обещала. И представляете, какая радость, что я заглядываю в холодильник, а вчера я не добила кофе. У меня есть кофе утром. Но я сделала заказ уже, всё-таки дождусь заказ. И это разберу его, сниму видосик и поеду. Надеюсь, это всё быстро пройдёт. Короче, просыпаемся. Ещё, я думаю, помыть ли сегодня голову. Всё уже становится более привычно. Уже, вот, голова привыкает. Но ещё пока есть это ощущение, как будто после хвостика, да. Вот. Ну, уже всё лучше и лучше. Сейчас уже у меня третий день, да. Я думаю, может, помыть голову. Хотя Миша сказал, что очень много времени будет занимать её сушить. И говорит, ты мой её тогда, когда никуда не идёшь и не спешишь. Вот. Поэтому, думаю, может, сегодня и не мыть. Или вечером помыть. А ещё я хочу сделать укладку. Теперь будут отдельные видосы. Я буду делать разные укладки. И на плойку, и на... В общем, есть идеи. Мне так интересно, как будут смотреться на эти длинные волосы. Так что, буду делать. Всё, отвела Данечку в садик. Привыкаю к своим волосам. Всё больше и больше. Прям хочу ходить с волосами. Я думаю, пока у меня не отрастут прям как хорошенечко свои. Вот. И когда уже сниму нарощенные волосы, у меня уже будут свои длинные и густые. Потому что я считаю, что если бы мои волосы отросли до такой длины, они были бы у меня в три раза лучше. У меня был бы ровный срез, густой, как следует, да. Ну и сами по себе они у меня такие живые, плотные. Как бы... Вот. Ну так что, пока я хожу вот так вот. Вообще, девочки, на будущее сразу уже, да, вам советую. Кто захочет нарастить волосы, смотрите, обратите внимание. Если вы любите плотный, ровный срез, обратите внимание на нарощенных волосах. Если вы не разбираетесь, потому что я не разбираюсь, я даже об этом не подумала, не спросила. И, ну, когда мы выбирали, вроде бы в хвосте, знаете, вроде бы как, ну, плотный, вроде бы плотный, да. Вот. А когда уже по капсулам разделили, да, и мы сделали, то получается, что оно как бы идёт под естественные волосы. Типа, естественные, это на сужение идут они вниз, да. Ну, в общем, я бы вот сейчас, если бы брала волосы, я бы обратила внимание на это. Или если бы не понимала, то я бы спросила тогда. Это, скажите, а вот буду наращивать, я хочу, чтобы у меня был плотный срез, плотные кончики. Вот. Чтобы брать именно плотные кончики. Потому что это моё. Плотные. Вот. Так что вот такие дела. Сейчас зашла в пятёрочку. Взяла себе, хорошо, что в пятёрочке появилось хотя бы Альпро. Молоко. Пока мне соевое моё доставят, я взяла кокосовое. Конечно, это не то. Раньше я пила кокосовое Альпро, а сейчас что-то вообще не заходит. Вот. Ну, взяла сейчас за неимением ничего. Лучше такое. Вот. Сейчас сяду за монтаж. И потом поеду в гости к моей Аленке. Крошки мои, это просто трындец какой-то. Я говорила вам доброе утро сегодня, не помню. А, да, говорила. Всё, короче, я собралась. Вот такой мой лучок, смотрите, сегодня. Подарки ещё с Нового года до Леночки. Я так не доходила. Там уходики всякие для лица, для волос. Взяла с собой за руку кофточку. Думала, успею доехать, не успела в итоге. Ну, ладно, пусть в машине лежит. Крошки, смотрите, я приехала. Леночка моя девочка, моя Викочка, моя красавица. Смотрите, крабовыми салатиками меня балуют. Вкусняшками всякие. А, это кто у нас? Кирюша, привет. Вот моя красавица. Викуль, скажи привет. Привет. Как ты моя девочка? Привет, Кирилл, говорит. Привет, Кирилл. Ладно, в общем, мы кушаем, болтаем. Соскучилась. Моя красавица. Всем доброе утро, мои хорошие. От местечка я вам нашла, да? Короче, вчера была у Аленки в гостях и потом уже пришла домой, приехала, пока малого забрала быстренько. И что-то туда-сюда весь вечер какой-то был суматошный. Вчера уже не стало. Это хорошо провели время, но мало, потому что я поздновато приехала и уже в садик бежать надо. Вот, но мы договорились, что, может быть, скоро пойдем вместе в СПА. Может, даже Кристинку с собой возьмем, потому что ей тоже в СПА хочется. И сертификаты есть. Вот, поэтому надо только выбрать день, найти его. И либо мы вдвоем пойдем, либо втроем. Просто втроем сложнее скооперироваться, как говорится. Вот, а сегодня день рождения у моей Ленусик Хэппи. И сегодня мы с Денечкой пойдем в гости. Соответственно, я должна привести себя в порядок, нарядиться, быть красоткой. И я сейчас в первый раз буду мыть голову после наращивания волос, потому что уже немножко корни мои прижирнились, да? И как бы голова с нарученными волосами должна быть всегда чистая. Иначе, если жирная, то начнет видно быть все вот, ну, капсулы, да? Поэтому сейчас я пойду мыть голову. Хотела бы попробовать уложить сегодня волосы как. Как-то, ну, не знаю. Может быть, я в отдельном видео сделаю вообще вот прическу, уложу. Еще надо у Миши спросить, можно ли вот эти капсулы горячим греть. Может быть, их нельзя, может быть, греть. Может быть, только по длине можно. Ну, короче, не знаю, что-нибудь придумаю. Может быть, просто уложу какие-то локоны сделаю. Посмотрим. Значит, подстричься. Я читала ваши комментарии все, и кто-то говорил, что с кончиками что-то надо сделать. На самом деле, я не разрешила Мише ничего делать с кончиками, потому что у меня каждая длина была на счету. Если я наращиваю волосы, я не понимаю, как нарастить 10 сантиметров просто. Зачем их наращивать тогда 10? Мы нарастили, понимаете, вот много. Если сейчас я обрежу, как бы, это будет уже минус, ну, как бы, вы понимаете, да? То есть для меня наращивание волос, это значит длинный, максимально длинный, который будет комфортно носить. Вот, поэтому я сказала, не надо обрезать потом, вот. Ну, я посмотрю. Я, может быть, даже Мишу не буду беспокоить ради того, чтобы подстричь волосы и просто пойду там в салон, попрошу мне немножко их подровнять, вот, чисто сделать, может быть, аккуратную окантовочку, вот. Вот, посмотрим. Но меня не напрягает, пока так все хорошо. Вот, так что сейчас я пойду мыть голову, мы собираемся, наряжаемся и идем на день рождения к Ленусью Хэппи. Там тоже я много не буду снимать, потому что девочки, что Аленка, что Лена, они сейчас, ну, каналы не ведут, как бы, и сниматься, я думаю, не совсем комфортно, тем более там будут гости, друзья. Подстараюсь подснять что-нибудь чуть-чуть, да, вот. Ну, может, даже и не получится. Поэтому буду снимать дорогу к ним, дорогу обратно, это точно. Так что давайте пойду помою голову, посмотрим, как оно моется. В общем, вернусь, может, перестанет жужжать. Сейчас, кстати, зашла в ванну, смотрю в зеркало, и у меня как бы чистые волосы вроде бы, да, но я немножко вот так вот заглядываю сюда и смотрю, что все-таки чутка жирноватый, ну, и вообще мне хочется помыть голову, если честно. Просто хочется помыть голову, не потому что она грязная и жирная, и сейчас все видно, а просто мне хочется ее помыть сегодня именно, не знаю почему. Так что я все равно пойду ее мыть, вот. Что-то еще хотел сказать, забыла. А, хотела сказать по поводу затемнения корней. Я пока не стремлюсь затемнять корни. Мне действительно нравится, что такой вот блонд. И сейчас у меня корни свои. У меня свои корни. И такое мелкое, как бы, как это у нас, шатуш, да, то есть у меня осветленные в перемешку со своим родным цветом. Вот, поэтому сейчас вот если будет отрастать корень, он будет незаметно отрастать, потому что вот здесь затемнение идет, ну, естественное, да, это мой родной цвет. Все, мои хорошие, я помыла голову, сильно не задерживалась, потому что все-таки их нужно посушить еще, может быть, уложить, накраситься. У меня делов много, поэтому, я не знаю, минут 15, может быть. Я обычно не переворачиваю голову, с наручными волосами переворачивать голову не рекомендуется, я так поняла. Может быть, первое время, может быть, всегда, не знаю. Ну, чтобы не путались, наверное. И, в принципе, я никогда в таком перевернутом состоянии не мою голову, потому что мне просто не нравится. Я всегда залажу в ванну, правильно говорю? Залазию, залажу в ванну и купаюсь полностью вся с головой и телом. Вот. Нормально все. Ну, чуть-чуть больше времени, ну, на 3-4 минуты, чтобы промыть как следует два раза, да, шампунью волосы. Соответственно, я еще снимаю силикон и смываю все эти с волос, да. И плюс промазать хорошо маской, ну, маски ушло в два раза больше на длинные волосы, ничего страшного, как бы я маски не жалею. Маска замечательная, прикольная. Я использовала вот эту маску Inside фирмы, она, по-моему, итальянская. Ну, и прям клево, прям волосы сразу такие, шелк просто. Ну, посидела с ней 5 минут, пока сделала скраб лица, то-се, короче, и все уже. И волосы. Я думала, что я вот так не заколю своим чурбаном, потому что переворачивать волосы нельзя. А я взяла просто, ну, даже не переворачивала, я просто взяла вот так вот, загнула отсюда, вот так вот просто загнула нижнюю часть и собрала. Я люблю, чтобы волосы как следует впитала полотенце, и только потом сушить. Ну, посмотрим, как будет сушиться. Так, все. Я сейчас уже намазала личка свою после скрабика, все дела. Выпустила волосы. И первое, что я делаю, это наношу вот такое средство. Вот, кстати, спрей-ход для блондинок у меня есть. Но я, бывает, им просто пшикаю сверху, а у меня еще кератин есть сейчас. Вот, вот это средство, которое я дарила всем своим подругам на Новый год. Мне оно очень нравится, потому что под ним очень хорошо расчесываются волосы. И сейчас все волосы я хорошенечко взбрызну вот этим вот спреем. Все напшикало. Волосы разделяю. Я не знаю, светом включить, нет? Поярче, чтобы было. Волосы разделяю вот так вот на две части. И после этого спрея, которым я хорошо до кончиков, ну вот отсюда где-то, да, до кончиков я все пропшикала. Я расчесываю. Миша вообще не рекомендует расчесывать волосы мокрые, но я расчесываю, потому что они у меня прям по маслу едут. Я не чувствую, что я рву волосы или еще что-то. Они очень мягко-мягко у меня расчесываются. Поэтому я не вижу в этом проблемы. И мне удобнее расчесать. Мокрые волосы, они тогда легче сушатся. Кстати, вот эта расческа, которая у меня, она безумно круто подходит для нарощенных волос. Есть специальная расческа для нарощенных волос. Она как бы обходит капсулы. Я думаю, просто она как раз-таки вот такая мягкая. Она гладит кожу головы, а не расчесывает. Ну как бы, она и расчесывает, и гладит при этом. Очень мягко. Вот и здесь. Просто по капсулам идеально, но при этом расчесывает волосы. Видите? Ничего нигде не дерет. Кожу головы не дерет. Обходит эти капсулы. Но, опять же, есть разные щетки, девочки. Вот моя подписчица, которая прислала мне расческу. Там все-таки ворс немного жестче. Она тоже подходит. Я одну такую расческу положила в машину, чтобы расчесывать сухие волосы. Но мокрые волосы чуть-чуть не так расчесываются, как эта. Вот здесь волоски, они более мягкие, а в той расческе они чуть-чуть жестче. Вот. Поэтому я и расчесываю сухие волосы. Но она тоже как бы хорошо обходит капсулы. Но разница есть. Бальзамом я как следует прошлась, кстати, не только по своим новым волосам, но и вот здесь, вот в этой части у меня особая густота, потому что здесь мои волосы плюс нарощенные, а здесь уже плавно они сужаются. В общем, все расчесала. Теперь беру фен. Говорят, что нарощенные волосы очень долго сушатся, но мне кажется, у меня супер-пупер фен. Он очень мощный, он очень мощный, мне кажется, он быстро посушит мои волосы. Посмотрим, проверим. Но сейчас они, очень много влаги в них. Обычно я жду, когда влага чуть-чуть сойдет. Вот видите, много влаги. Такие сильно влажные волосы, которые еще вытекают в вода, я обычно не сушу. Я с ними хожу в полотенце просто. Час могу проходить в полотенце, а потом сушить. Так что я могу пойти, пока кофе сделать. Пока кофе греется, я решила чуть-чуть начать. Волосы я всегда сушу, фен держу вот так. Конечно, когда свои волосы, я вот так переворачиваю и сушу их сзади. Но так как переворачивать с нарощенными нельзя, я думаю, легко мы справимся, просушивая как-то так. В общем, вот мой любимый фен, Babyliss. Он очень легкий, но при этом он очень мощный. Он был мощнее всех в магазине. Сушу я, кстати, не горячим, а на средний. И средний здесь, реально средний, потому что бывают средние такие горячие, а бывают средний холодный. Вот здесь прям средний-средний, реально теплый воздух. Я вот сейчас прям захочу засечь сколько времени. 11.40 сейчас. Сколько времени я буду сушить волосы. Итак, сейчас я ровно 5 минут засекла, не выпуская фен из рук. Вот таким образом, как я вам показала, разделяя волосы, я просушила волосы. Сейчас они вот такие. Я скажу, что я посушила больше половины. Но обычно, когда вот такие волосы у меня остаются, это сейчас без применения расчески, без ничего, когда вот такие волосы у меня остаются, я беру круглую расческу для того, чтобы их вытягивать феном. Потому что, ну, свои волосы, я не прям жестко их там вытягиваю. Знаете, можно вытянуть на утяжок. Я не люблю утяжками пользоваться. Можно вытянуть на фен. Ну и еще от того, что у меня волосы сами по своей природе ровные, да, они не кудрявятся, они ничего не волнятся, то мне достаточно просто проводить расческой и просто немного как бы феном уделять внимание этому. Я сейчас покажу как. И у меня волосы как будто после утюжка. Вот. Ну, я их оставляю такие. Они, видите, они почти сухие, но чуть-чуть влажные, чтобы зафиксировать все это дело. Показываю. Объясняю, что я делаю, я как бы выпрямила волосики немножечко, а вот здесь, чтобы был объем, я не глажу вот так, да, ну, как бы пригладила, выровняла, а потом включаю фен и немножечко вот так как бы подсушиваю, чтобы был объемчик. Поняли? Я даже могу по нижним волосам делать не круглой расческой, да, а просто расчесывать и вот так. Ну, вот, в принципе, как вы видите, я и просто, ну, как бы я высушила, да, они сухие и вот, видите, ровненькие. Классные такие, немножко припушенные даже. Мне что-то нравится, что-то в этом есть. Но я кончики обычно маслом промазываю, хотя Миша говорит, что масло очень сушит волосы, но мне нравится эффект. Либо маслом, либо спреем каким-то. Так, и еще, ну, бывает, по кончикам я прям прохожусь хорошенечко, да, и верхний слой вот такой вот я беру и тоже его иногда, ну, вот здесь видите, теперь они у меня длинные, так что еще, наверное, слой короче даже взять. Именно прям свои волосы, которые вот здесь, видите, у меня. Я их немного подкручиваю, чтобы они красиво лежали там. Короче, я беру масло. Беру свое маслице. Теперь у меня концы длинные, да, и я вот так чутка приглаживаю все это дело маслицем, чтобы они были шелковистые. Ну, не знаю, но в общей сложности, если ты куда-то спешишь, мне кажется, 15 минут посушить волосы с головой. Вот и все. Красота. Сейчас вторую половину посушим. С расческой просто все уже намного по-другому. Сейчас, кстати, вот так лучше расчешу одну, вторую. Кстати, еще кто-то спрашивал про вот этот переход, типа, что мне нужно нарастить еще сверху там пряди. Во-первых, я не хочу сильно сюда близко наращивать пряди, чтобы их прям было видно. Это первое. А во-вторых, вы помните, кто помнит, кто давно со мной? Я даже делала раньше прическу под наращивание волос. У меня вообще конкретная шапка здесь была, и я ее даже отделяла, подкручивая эти волосы, а снизу у меня висели прямые. И у меня всегда спрашивали, у тебя нарощенные волосы? И говорю, нет, это такая стрижка. Так что мне нравится, мне не нужно прям забивать тут каждую эту, чтобы прям не было эффекта нарощенных волос. Мне нравится, это разделение, это шапочка, ее можно чуть-чуть раз подкрутить, тут будет короткий локон. Ну, мне нравится, знаете, каждому свое. Кто-то пытается скрыть, а я не пытаюсь скрыть, что они нарощенные. Это такое дорогое удовольствие, ух, нарощенные волосы. Я не стремлюсь, что, ой, какие у тебя свои шикарные волосы, говорили мне. Нет, пусть говорят, нифига себе, у нее волосы нарастила. Дорого, наверное. Красиво. Деньги есть. Они немного распушились, и мне это нравится, потому что здесь, кажется, больше объема. Ну, как бы это легко исправить утюжком. Либо сейчас я включу по горячей воздух просто, и да, хорошо было бы вот это срезать. Но попозже, блин. Сейчас вот каждая длина дорожу я ей вот так. Вот. Опа. Пушистики мои. Смотрите, какой объем. Сколько волос. Много. Так, теперь на вторую половину я добавлю, потому что я не додобавила здесь еще масла. и пройдусь горячим воздухом, потому что я все сейчас делала на теплом. Свои кончики не обижаю. Мне кажется, сейчас у меня как будто это, новые волосы с моими старыми поженились такие, да. Сейчас смылся еще цвет здесь, который тонировки была, они еще больше приблизились друг к другу по цвету и помылись вместе, такие, знаете, породнились. Все. Теперь вы одно целое, мои хорошие, дружите, любите друг друга, как я вас. Вот. Ой, ну я бы даже так вот пушистенько оставила. Вообще люблю, когда немножко такое, знаете, припушинечко, припушинечко. Ну, для вас сделаю сейчас. Прямо вот отсюда где-то, да, мы прям выровняем. Здесь вообще не трогаю, пусть здесь объемчик будет. Денечка, аккуратно там, зайчик? В общем, девочки, вот я уложила волосы немного по-новому, да, я взяла свою верхнюю шапочку и тоже немножечко подкрутила. Челочку сделала от лица, не знаю, как она от лица у меня держится, нет, и вот по кругу, смотрите, чуть-чуть выразила, наоборот, вот эту шапочку, видите, подкрутила эти штучки. Мне так нравится, у меня была такая стрижка, я кайфовала. Мне в этом долго никто не мог даже повторить эту стрижку, к сожалению. Вот. Сейчас не стала ничего делать, особо укладывать. Вот, в принципе, мне нравится объем, волосы, вот длинные, чуть-чуть, вот как бы кончики так, да, немножечко подкрутила. Вот, ну и сверху, я думаю, по кончикам, именно по вот этим, да, даже не по моим, а по сделанным. ну уже мои. Для блондинок вот такой спрей, он немножко их как бы пушистостью, я думаю, уберет легкую и блеск придаст. Ладно, по моим тоже сделаю. Он только защищает и термозащита, там все на свете, кстати. То, что я пшикала, там термозащита есть. Ну все. Ну, 20 минут округлим уж так, пока челочку, пока то, пока сё, всего 20 минут я посушила волосы. Но я не, если я буду спешить, то я могу и быстрее это дело сделать. Вот так. В общем-то, и все. Короче, пока так похожу, в ближайшее время это, я должна смириться с тем, что мы вот так обрежем, где-то вот так получается обрежем, да, вот здесь более-менее уже у нас есть этот, какая-то густота. Но пока что мне даже это жалко. Своим девочке обрезала легко. А вот когда ты за них заплатил, блин, тебе жалко, хочется походить с длинами. Ну, где-то вот так, да, сантиметров, сколько здесь, я не знаю, 10, 7. Я бы обрезала. Своих точно бы не жалела. В общем, всё, пошла краситься. И, кстати, следующий влог, я в этом уже не буду там крутиться, что-то делать, в следующем влоге мы с вами сделаем какую-то прическу. Сейчас ещё похожу денёк тогда, а завтра либо подкручу их как-то интересно, завивку сделаю. Вот, короче, что-нибудь придумаем с волосами. Ну что, вот мы собрались, нарядились. Волосики мои. Мусор с собой забираем весь, Да. Классно, настили зеркало, а вы теперь в зеркале сможете видеть, как я одета. У меня такой лучок, я не стала сильно выряжаться. Одела светлую обувь, и у меня бежевая кофточка там. Ну, увидите потом, буду сниматься. Сколько время, Дань? 15-20. Тебе не тяжело? Тяжело. Тяжело, пакет? Да. Поможешь? Да. Давай. Итак, первым делом мы едем за цветами, и я считаю, что даже, когда ты даришь деньги на день рождения, я уже поняла, что это самый лучший подарок, и мне нравится, когда мне деньги дарят, в принципе, потому что мне уже, мне кажется, в подарки ничем не угодишь, да? Ну, как бы, у каждого, да, там, свои, тем более, как бы, всегда девчонки спрашивают, мне звонят, говорят, что тебе подарить, не знаю, что подарить. Вот. Я говорю, да ничего мне не надо, ну, мне правда ничего не надо, я не знаю, если бы, ну, была какая-то такая, да, идея, что я хочу то, то, там, побюджетненько как-нибудь, может быть, я и говорила бы, но мне действительно ничего не надо, кроме присутствия, но девчонки не могут с пустыми руками приходить, поэтому деньги, я так замечаю, что это клево, клево, деньги дарить, и я тоже решила деньги всем дарить, пусть человек сам себе купит, что хочет, но, даже если ты даришь деньги на день рождения, я считаю, что цветы, это вообще необходимый атрибут, и если ты пришел на день рождения без цветов, то это крайний случай, когда ты, я не знаю, либо не успел их купить, либо я не знаю, что, ну, короче, цветы должны быть, хотя бы маленький букетик какой-нибудь, но должен быть, это же мы девочки, мы же девочки, мы так любим цветы, и мне кажется, много цветов не бывает, даже когда бывает их много, и ты же не знаешь, куда расставить, но сам момент, когда вот просто сам приход человека с цветами, мне кажется, это прям лучик, и ты действительно вот чувствуешь праздник, цветы, шарики, тоже классно, ну, с шариками чуть посложнее, там их вот это, пока надуют, пока их там, в машину запихнешь, пока доедешь, с ними сложнее, да, но цветы, мне кажется, это вообще, пошел купил, красоту как будто, я еще люблю, знаете, цветы выбираю интуитивно, то есть у меня нет такого, что там букет какой-нибудь, там взяла, ай, вот, вот букет, нет, я хожу, я в один магазин зайду, в другой зайду, много красивых букетов, и я, понимаете, как этот экстрасенс, хожу, так рукой над ними, чтобы какой-то букет мне откликнулся, чтобы я увидела там какие-то цвета, или какие-то силуэты цветов, которые, прям думаю, вот сейчас порадуют, вот она увидит сейчас, и подумает, как красиво, и у нее настроение там внутри поднимется, короче, вот, это не просто так, формальность, это целое искусство, целая эмоция, туда душа вкладывается в покупку цветов, ой, смотрите, сколько красивых цветов, я очень люблю здесь время проводить, сейчас будем экстрасенсорить, я вам так скажу, смотрите, крошки, вот такая красота, мне откликнулось, именно вот эти цветы, там, кстати, был, ну, вот такая в корзинке была, и еще был собранный, который в вазу надо ставить, и самое интересное, что у меня глаз падал именно на вот эту вот вывернутую розу, именно вот этой расцветки, почему-то, знаете, такая нежная блондинка моя, Ленусик, с вот этой вот ноткой детскости розовой, да, и она еще розовая, она как остринка такая, потому что, Ленусик, хэппи, у меня блондинка с остринкой, вот, так что я думаю, ей понравится, я выбрала, чтобы она не ставила в вазу, и мало ли сейчас много цветов надарят, чтобы она не искала банки какие-нибудь, а сразу поставила красивые все. Так, солнце фигачит, на меня очки одела, правда, плохо их протерла, не знаю, как вам видно, я такая вообще вся чика, да, очки, шапка, белой длины, волосы, я вообще на себя наглядиться не могу, это, что хотела я сказать, девчули мои, а, сейчас мы едем в торговый центр, вот уже подъезжаем, через пробки, блин, суббота, пробки к торговому центру, все идут кино смотреть, молочки себе выбирать, у нас хорошо люди живут, это, и, 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 хочу кофточку там померить, и одну из них надо сдать, одну из них взять, другую из них взять, сдать, одну взять, одну сдать, одну сдать, одну взять, вот, и потом уже напрямую мчим, на дыре, время половина уже четвертого, полтора часа у меня есть, девочки смотрите заказ, как проходит, я и не знала, вот раз мне выдали мою кофточку, а еще сейчас жилет, если онлайн заказываете, потом приходите в магазин, кто так делал, я просто первый раз это вижу, сейчас моя жилетка, вот она придет, опа, круто, сейчас пойду мерить, слушайте, девчонки, на сайте на самом деле, девушка там меряет прям жилетку вот так, ну, то есть на топ, это тоже из Зары, кстати топ, вот, но мне тоже нравится и на топчик, еще бы я белые купила бы только ботиночки себе, но белые кроссовочки, я думаю, что как раз вот не с ботиночками, а с кроссовочками, можно просто на топ одевать, ну, либо на костюмы, я думаю, одевать, все-таки я, наверное, возьму, и Элька, вот мне нравится, возьму, наверное, Элька, ну, нравится она мне, не знаю почему, прикольно, так, ну, вот, девочки, я померила вот эту вот, это Мка, и она, Элька, поэтому я ее возьму, а Эльку, которая у меня с собой, я ее взяла, я ее сдам сейчас, на возврат, и все, кстати, очень классно на день рождения, вот так даже было бы, если бы я еще черный бот и одела, было бы супер, но я одела бежевые, потому что я в бежевой кофточке, вот такой вот, вот, красота, девочки стали в очередь, все до этого было быстро, оперативненько, но на возврате, стоит сейчас раз, два, три, я четвертая, и я уже минут 10 стою, я не знаю, через сколько мы вообще освободимся, в общем, быстро, ладно, расскажу сейчас в машине, решили сейчас в Синабон зайти, говорят, здесь вкусные молочные коктейли, сейчас попробую, так хочу чуть-чуть холодненького, но пить, пока нам готовят молочный коктейль, смотрите, искала, думала, что Машеньке взять, смотрите, какие в Синабон продаются печеньки, я думаю, мне понравится, но сейчас принесут, и я тебе дам, и Денька тоже захотел, но там кроме вот таких девчачьих цветов, ничего не было, поэтому будешь есть цветочки, и Машеньки, каждый раз, когда я иду с Денькой в торговый центр, или вообще вот в какие-то там места по делам, каждый раз я думаю, какая была плохая идея пойти вместе, потому что когда я спешу, а еще если я неудачно одета, то есть погода, жара, зараза ее, мать ее, понимаете, а я оделась не так, мне нужно было и куртку легче одеть, и под низ кофту легче одеть, в итоге я запарилась, и еще вот это, знаете, суета какая-то, что-то на тебе один пакет, второй пакет, третий, в итоге порвался пакет Заровский этот, я ненавижу бумажные пакеты, потому что они рвутся, они какие-то непрактичные, бесят они меня, и шелестят, и жесткие, об них еще порезаться можно, короче, я немного злая, но в конце концов все, я взяла жилетку, я взяла эту черную кофточку, одну сдала, стояли, блин, стояли, одного человека обслуживали, я так как взяла камеру, начала такая снимать потихоньку, я не знаю, что-то там второго этого вызвали, в общем, пришла еще одна кассир на возврат, пришла другая девушка решить проблему, там, короче, какая-то задержка была, и ну, вроде быстро, а у меня еще плохое самочувствие, знаете, как раз в месяц у девочек бывает, и я прям стою, у меня такая слабость, ноги не держат, прям, знаете, вот прям такая, сейчас сдохну, сейчас упаду в обморок, думаем, будут знать, как задерживать очереди, ой, Деньку застегнуть надо, короче, все, едем к Ленусику, а еще все на Бон, очень-очень вкусный молочный коктейль, Деньке тоже понравился, но он его начал выплевывать, потому что там попалось ему это, они берут мороженое с кусочками, да, заяка, сейчас откроем, с кусочками ягод, ему когда попадается кусочек ягоды, он начинает все выплевывать, так что мы еще и вымазались, в прошлый раз вам так понравилось, когда я вам города немного своего показала, вот мой любимый торговый центр, Горизонт, я считаю, самый центровой вообще, самый насыщенный, магазинами, торговый центр, классный, он прям вот действительно развлекательный, ТРЦ, торговый развлекательный комплекс, не только магазины, много там чего, ну и вот тут рядом прилегают всякие магазины тоже, кари так разросся, прям что-то все больше и больше везде, ну и все, тут уже раз и какое-то старое обшарпанное здание, и улочки, вот, у меня, кстати, есть для вас идея, давно уже она, честно говоря, созревает, я обязательно сделаю для вас, очень интересное видео, я надеюсь, вам оно будет действительно интересно, ну что, мы уже в лифте, такая красота, ну, я обожаю дарить цветы, выходим, ой, сразу отдал, молодец, это тебе, с днем рождения, моя красоточка, и ты моя девочка, заходи, целовать будем, обнимать, наши детишки, дружба крепкая, чего рисовать будете, кто в шоколаде у нас, а, кто шоколад ел, и руки в шоколаде, у Маши, мыть пойдешь ручки, а, вот тебе Дэня тряпку дает, руки протереть, нет, Дэнь, дай Маше ручки вытреть, в шоколаде ручки у Маши, смотри, она мне сделала массаж, мой, вытирай Маш, вытирай, держи, держи, Дэнь, давай буковки нарисуем, нарисуй буковку А, Дэнь, ну, аккуратно, Зай, не тяни, котик, Дэнь, не тяни, буква А давай, о, молодец, так, зажигаем свечи, Лена вообще не хотела зажигать свечи, мы все, давай, давай, свечи зажигай, три свечки нашла, сейчас будет загадывать желание, ну, и дети порадуются, красота, давай, Дэнь, танцуй, котик, как ты танцешь, о, а Маша играет у нас на этих, в стилофоне, Дэня танцует, Степан выпивает, да, это день рождения Лены, да, все, секунда тишины, а Дэньке все нипочем, у него свои танцы, слушай, это ты в садике, наверное, на этот, музыкальный класс ходишь, и он никогда не танцевал, так, представляешь, да посмотри, да ты ж моя зайка, тебе магнитофон куплю, где такую штуку взяли, ну, все, вот мы погуляли, идем домой, сейчас где-то пол девятого, или без двадцати девять, фух, ну что, мои хорошие, мы дома, Дэнька в машине уснул, но я его вытащила, взяла на ручки, ну, в прошлый раз, когда он уснул в машине, ну, поздно, он не проснулся, пока его до дома не стало, сейчас он прям вскочил такой, и сразу вырывается, я говорю, что, пешком пойдешь, он такой, да, он говорит, ну, ладно, иди пешком, в общем, мы дошли до дома, вот он ест яблочко, я ему обещала мультик чуть-чуть посмотреть, сейчас время без пяти десять, вот, сейчас минут пять-десять, посмотрим мультик, и будем укладываться спать, влог я заканчиваю, потому что он и так насыщенный, повидала всех, соскучилась за всеми, вот, в планах у меня пригласить Аленку в гости, и Лена в гости, а, точнее, я вперед к Лене в гости поеду, вот, короче, много событий всяких интересных впереди, вот, буду держать вас в курсе, вот, влог заканчиваю, и что я хотела сказать, что ты хотела сказать, в следующем влоге я уже буду делать какую-нибудь прическу, и еще у меня, кстати, есть расческа, я хочу тоже ее попробовать, давно-давно я брала, она до сих пор у меня лежит, такая расческа-утюжок, знаете, мне кажется, что можно немного их, ну, как бы пригладить, не утюжком, а именно вот этой расческой, и, кстати, посмотреть, насколько сильно она выровнит волосы, будет здесь наглядно, и еще хочу записаться на горячие ножницы, чуть-чуть, чуть-чуть длину подстричь, и чтобы она прошлась, как бы мне их как-то вот так сравняло, ну, мне нравятся горячие ножницы, поэтому к ней запишусь, на длинные волосы, наверное, будут стоить, уже никак на мои короткие, надо будет записаться, позвонить, завтра узнать, вот, ну, и Мишу лишний раз беспокоить не буду, потому что у него плотненькая запись, и как бы это, подстричься, мне кажется, это мелочь, вот, такие дела, все, я вас люблю, целую, прощаюсь, до следующего видео, вот, короче, настроение хорошее, спать, завтра у меня вообще день уборки, я хочу вылезать всю квартиру, прогенералить, опять, потому что я чуть-чуть, чуть-чуть там посорила, там посорила, там Данька разбросала, не убрала, там что-то вещи положила, там что-то, ну, короче, везде по чуть-чуть, и оно как бы уже накопилось, а так как я с утра встаю, туда-сюда и по делам, туда-сюда и по делам, какие-то планы, у меня прям вся неделя это была так расписана, так сегодня туда, завтра туда, послезавтра туда, прям вот, так что дома не побудешь, не посидишь, а дома же еще надо что-то сделать, в первой половине делала, потом бежала, потом за Данькой, потом спать, и вот так вот, вся неделя прошла, следующая, я надеюсь, посвободнее будет, вот, ну, и в воскресенье хочу прям сделать конкретную уборочку, вот, ну, короче, планов много, в квартиру, хочу купить уже эти плинтуса, наконец-таки, вот меня прорвало, да, плинтуса поехать, маме нужно тоже в Леруа поехать, хочу растения купить, большое, красивое такое, дерево, прям уже готовое дерево не выращивать, 300 лет его, пока оно будет большое, прям готовое уже взять, поспрашивать, какое дерево, которое вообще неприхотливое, чтобы его там не нужно было поливать все время, чтобы оно было, ну, вы поняли, да, типа кактуса, такое красивое дерево, типа кактуса, хотя у меня как-то и кактус завел, ну, ладно, вот, короче, такие дела, впереди много интересного, я вам говорю, поэтому, всем пока-пока, оставайтесь со мной, подписывайтесь, ставьте лайки, и всех целую, люблю, ну, конечно же, жду ваши комментарии, субтитры сделал DimaTorzok,